Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге Великие Музеи Пабло Пикассо. Портрет, облокотившийся на локоть женщины. 1939 год. Холст Масла. В данной работе из серии «Облокотившаяся на локоть женщина» Пикассо продолжил свою игру с вариантами соединения различных перспективных планов фронтального и профильного изображения на одной картинной поверхности. Только если раньше у него в различных плоскостях присутствовали разные объекты, сейчас на одной разрывается единственная фигура. При этом живописец не лишает его ни единства, ни монолитности. Четкая вычерченность головы контрастирует с намеренно неряшливым туловищем, разбитым на желто-серые цветовые пятна. Изображение светлой фигуры на темном фоне создает ощущение глубины пространства. Без каких-либо портретных или эмоциональных характеристик, лишь одной позой, мастеру удалось передать настроение фигуры, погруженной в меланхолическую усталость. В действительности, хоть и не названа модель, Пикассо написал чудовищно искажая черты лица двух своих подруг – моей Терезы, Вольтер и Доры Мар. В это время художник был столь пристрастен к цветным рассеченным поверхностям, что даже строчки в его письмах начертаны различными цветами. Вот такое описание к работе Пабло Пикассо «Портрет, облокотившийся на локоть женщины. 1939 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Пепло Пикассо «Портрет, облокотившийся на локоть женщины. 19 мг. 16 мг. 16 мг. 16 мг. 16 мг. 16 мг. 17 мг. 17 мг. 17 мг. 17 мг. 18 мг. 17 мг. 20 мг. 17 мг. 19 мг. Субтитры создавал DimaTorzok